Дальше наш путь шел по центральной Германии. Мы проехали больше тысячи километров с юга-запада в сторону Берлина, по центральной германской равнине. Для чего мы ехали, для чего мы путешествовали на машинах. Мы фактически все свои 9 дней пребывания мы провели на колесах, двигаясь в разных направлениях. Дело в том, что нам хотелось посмотреть названия поселков, названия городков, названия деревень. Хотелось понять корни этих названий. И каково было наше удивление, что вся Германия, фактически все древние поселения, старые деревни в своих названиях имеют славянские корни. Это не только север Германии, помирание. Началось у нас это странно, эти вещи начались у нас буквально сразу вдоль Рейна. Некоторое расстояние мы ехали вдоль Рейна, недалеко от французской границы. И одно поселение, второе поселение, третье поселение. И только оставалось удивляться, записывать, пожимать плечами. Непонятные вещи начались. То есть действительно, как говорят многие ученые, историки, археологи, что германская равнина это огромное кладбище славян. Германцы сформировались на этой территории и постепенно ими были поглощены славяне. Как формирование германцев проходило, я сейчас рассказывать не буду. Но ясно, что этот процесс был примерно такой же, как у нас сейчас идет на Украине. Где из русского народа создают искусственно украинцев, строят новый язык, создается там. Целые институты работают по изобретению нового языка, изобретению новой культуры. Цель какая? Ну, цель, наверное, я думаю, каждый русский понимает. И каждый умный южно-русский или украинец тоже это понимает. Чтобы оторвать от суперэтноса его часть, и дав новую культуру, новый язык, заставить этих людей вести борьбу с этносом, то есть со своими братьями по крови. Очевидно, то же самое произошло на территории Германии. И самое удивительное то, что немцы, очень много немцев, которые мы встречались, это хорошо понимают. Они это отлично понимают. И надо поклониться этим ребятам, потому что они не только понимают, они сохранили, они сохранили наши славянские корни. Они сохранили не только в своей памяти, в своей генетике, они сохранили артефакты славянские. Ведь название этих древних поселений, древних городов можно было поменять. Есть чисто немецкие деревни, есть чисто немецкие какие-то поселения, но они 17-го, 16-го, 15-го века. А все деревни, которые стояли здесь примерно 10-го века, 8-го, 7-го, то есть самые древние, они не изменились. Они как были славянские, так и не остались. Я целый список написал, сейчас не буду называть, это отдельная тема, это будет в фильме. Мы снимали фильм, вы этот фильм все увидите. И там я буду просто зачитывать, показывать, потому что это серьезно. Это наша общая история и немцев, и русских. То есть это все едино. О чем это говорит? Что здесь, на территории Германии, современные немцы, они сложились из двух культурных пластов. Это пласт западный, искусственно созданный, который создавался римлянами. И второй пласт, это славянский. И получается так, что фактически с немцами мы встречаемся, разговариваем, они пожимают плечами и не могут понять, а что же происходило, почему две такие кровопролитные войны в 20 веке, два народа провели между собой. Это такая глупость, потому что практически корни одни и те же. Все одно. Это потрясает. И вот, когда мы стали смотреть, изучать вот эти вот деревеньки, встречаться с людьми, люди многие нас видели, многие с нами общались, мы общались с населением, и они узнавали, что мы русские, они тоже нам улыбались, они нас приглашали в гости, у них глаза светились радостью. Это на самом деле, даже после того, что пережила Германия во время войны Второй мировой, мы не увидели ни одного лица, чтобы оно было озабоченное, злое лицо. Вот у нас Евгений один раз так вот идет по городу, маленькому городку немецкому, а навстречу ему, а мы наблюдаем, навстречу ему идет старичок-немец. Старичок-немец идет, явно он пережил войну, это точно, потому что старый, ему больше 80-ти, он идет на костыле, значит, озабоченный, а Женя наш стоит и по телефону говорит по-русски. И вдруг немец услышал русскую речь. Он остановился, прошел несколько шагов, повернулся, и лицо ему засветилось улыбкой, он улыбнулся Евгению. Он стоял, смотрел и улыбался. Это было... мы все стояли, остолбенили, прошел мясорубку войны, и вот эта генетика внутренняя, вот это вот то, что мы сейчас наблюдали, все сохранилось в нем. Вот голос крови сильнее ненависти, которая была вбита во время гитлеровского вот этого правления, во время его режима, это было здорово. И вот, наблюдая за населением, изучая курганы, рассматривая, тут по Германии столько курганов, столько мест, где жили когда-то славяне, курганы это не немецкие, это ясно, что славянские, дохристианские, в христианское время они не насыпались, мы проехали до замка Никлота, до его последнего, последней его крепости, о которой я написал в своей книге. Это Швырин, мощная крепость Венетов на острове. На этой крепости стоял замок последнего венецкого князя, независимого, мощного, сильного, красивого. И каково было наше удивление? Швырин, там от крепости Никлота ничего не осталось, потому что Никлот, понимая, что происходит, что нет сил ободритом больше бороться с нашествием Запада, он сжигает свою крепость, и свою ставку он переносит на север. Крепость была уничтожена, не покорена саксами, она была уничтожена самими славянами. И вот на этом месте, на этом месте, на этом, где стояла крепость, в Никлота возведен могучий замок Швырина. Он возведен в XVI веке, в XVII расстроен. Но потрясло другое. Подходишь через мост озера, где стоит этот замок на остров, и статуя Никлота стоит на коне, русский богатырь, в арке над всем Швырином, стоит над замком. Это сделали немцы. Они пони, а уважение к самому врагу, к славянскому герою, к тому, кто похоронил под стенами вот этого своего замка, и рядом стоял город, который я назвал своей поэмию Дубин, он здесь похоронил огромную армию крестоносцев всей Европы. Здесь были итальянцы, французы, здесь были испанские рыцари, здесь были британцы, здесь были саксы. Самая большая армия была саксонской, и славяне тогда под его руководством победили своих врагов. Но саксы не обозлились, не ожесточились. Они из Никлота сделали своего героя. Стоит Никлот, все сделано в славянском стиле, красивейший замок. Мы зашли в этот замок, стали смотреть эти музеи. Там несколько музеев сразу. Там и германская есть территория, и славянская. Там все, там две культуры в одном музее. И каково было наше удивление, когда мы поднялись на самый верх замка, нам немецкие гиды рассказывают по дороге, как погиб Никлот, о его смерти. Потому что нигде я... Я даже вот написал эту поэму, а я не знал, как он погиб. Я знал, что он был убит, преданно убит, но как? И нам рассказывает немецкий гид подробно, как он говорит не как о враге, не как о враге славянине, которого все-таки прибили там, а он говорит, что Никлот был великий, он был умница, им гордилась Германия вся северная, славяне его почитали, он был предан собственным сыном. И что сын предатель унаследовал потом власть над бодритами и крестил их, перевел их в христианство и показал нам картину смерти, гибели Никлота. Картина потрясает. Она огромная, она целую стену занимает. И это немцы показывают, как погиб славянский герой, погиб славянский князь. Так сколько же в этих немцах славянской крови, чтобы написать вот такую картину? И кто это сделал? Это же ведь сделал прямой потомок предателя, сына, который предал Никлота. Он выходит, что вот живя в этом замке, имя его Фридрих Второй, он скорбел по погибшему своему далекому предку. И чтобы как-то искупить свою вину, построил этот огромный замок и посвятил его своему предку. Эта огромная гигантская картина показывает гибель русского князя. Князь без доспехов, князь в белых одеждах славянских, чистых, на белом, летящем по воздуху коне. И этого князя пронзают кинжалами и копьями предатели, которые подкараулили его во время его переезда через болото к своей армии. Так получилось. И у этих предателей, у этих убийц, зверские лица, и благородное, как у ангела, лицо Никлота. Это надо видеть. Все это вы увидите, потому что мы эту картину сняли, мы ее покажем в нашем фильме. Вы увидите удивительные вещи. Я стоял на этом острове, смотрел и вспоминал свою поэму. Я написал эту поэму по источникам, которые мне достались от историков, которые работали еще во времена Сталина. Там Эльба впадает в озеро, на берегу озера стоит дубин, и крепость Никлота, столица его. И главное, интересно, что я вышел, сердце подсказывает, что вот здесь стояли корабли датчан, Кнуда и Свейна. Вот с этой стороны подошли руяне с дровами и с продуктами для осажденных. И вот через этот же проход после руян вошел русский флот из Новгорода, Пскова и Смоленская армия, которая пришла помочь великому князю в его борьбе. То есть все это, вот то, что я написал, я смотрел, наблюдал. Все вот эти вот вещи, которые у меня... я их писал просто из источников чисто вот литературных. Здесь я прошел по этой территории, и, конечно, сердце прыгало из груди, потому что невозможно было спокойно смотреть. Все, что я писал, все было наглядно, все было видно. Но это только начало было нашего путешествия по Померании, или так, по Поморью Славянскому. Продолжение следует...